Золотая рыбка Красная пантера Что я еще выйду в красный У меня есть песни Очень люблю красный цвет Как Бергман У нас в первом выпуске нашей программы Был Андрей Вадимович Макаревич И я всем задаю дежурный вопрос Как отразился ковид На творчестве Он сказал, что машина времени Записала альбом Благодаря карантину А что сделала Кормухина? Во-первых, если что касается творчества То мы с Алексеем Беловым сможем Заканчивали концерт То есть мы сводили звук Моего юбилейного концерта в Крокусе И, собственно, болели Вот этой самой заразой Короной Всей семьей Прямо жестко Это летом, да? Да, это был конец мая и июнь Красный день рождения Такой подарок был Ну, это правда подарок Потому что очень многие вещи Переосмысливаешь Когда вот такая опасность Над тобой нависает Летальная То там действительно Это страшная штука Вот И я много что Как бы поняла И про болезни Самое главное про себя Потому что Когда Все серьезно Ты начинаешь Как бы Копаться в себе И Собственно Как сказать Проводить ревизию внутреннюю Да Потому что Если не дай бог что То с чем же я К нему приду Вот И Я так хорошо Покопалась Я даже благодарна Этой ситуации Алексея, я думаю, тоже Слава богу Удалось спасти маму Я как фронтовая сестра Очень жестко Ее пришлось потом В склифе долечивать Ее очень сильно ударило По АЖКТ Вот А в какой последовательности Вы же не синхронно Все заболели Все разы Ну с разницей Может быть Мы с Лешей Как-то одновременно Потом на следующий день Мама Еще через день дочь То есть кто-то Дольше держался Кто-то быстрее Кстати про дочь У Анатолия Алексеевны Тоже в этом году Там Круглая дата Она просит ее Не упоминать Даже публично Да Она сказала Я не хочу Ваш шоу-бизнес Пожалуйста Пожалуйста Оставьте меня Я просто Я не хочу быть публичным Всего Всего Один только вопрос Она смеется Только Когда Как бы Выдают Чужие фотографии За ее В интернете И по-моему Один Журналист Так рад Вот Я все-таки Ее застукал Я ее снял И он снял Ее Вот удивительно Он снял девушку Тоже по имени Анатолий Она оказалась Ее подругой Но не Анатолия У Анатолия Есть подруга Анатолия И не одна Я думаю Это очень редкое имя Очень редкое Крис Кельми Покойный К сожалению Соратник Ваш Говорил мне Что Вы стесняетесь Признаться Что это не в честь Анатолия Кролля Названо А в честь него В честь Анатолия Кельми Она была названа Нет И ни то И ни другое Мы вообще не ожидали И миф Что в честь Анатолия Кролля Названо Это тоже выдумки Мы вообще Честно говоря Это не наш выбор был Нам это имя Духовник благословил Мы даже не знали Что имя такое есть Женское Я кстати Тоже не знал Я благодаря этому Узнала Что оказывается Это была Святая Мученица Анатолия Римская Это была родная сестра Фатиной Самарянки С которой Господь Беседовал у колодца Такая Женщина Которая сподобилась Вспоминаниям В Евангелии Вот это ее Старшая сестра Анатолия Очень интересно Я не знал Их было пять сестер Они содержались Под арестом В доме Нерона Благодаря им Приняли крещение Сто наложниц Включая Домнину Это Дочь Нерона И все они Пострадали Всех их Казнили Включая И Нероновскую дочь Вот Когда произошло Вот это Погружение В христианскую Тематику В православие С каких Пор Ну это Наверное Не Тематика И не погружение Дело в том Что Я же с детства Крещеный человек Я росла Я росла В культуре В этой Моя бабушка Была очень верующей Но она никогда Никому не навязывала Бабушка Я уточню По отцовской линии И причем Дед То есть ее муж Он был коммунистом Причем таким Упертым коммунистом Очень кстати Вот кристально Чистая Вот если говорить О идеале коммуниста Вот это мой дед был И он всегда говорил Так хоть одну картошку Мы есть Но коммунизм Мы построим То есть вот он За идею был И он ей сказал Если кого-нибудь покрестишь Назову сына Ревой А дочь Люцией Но она в тихаря Все равно всех покрестила Ну не все поймут Что революция Да Ну революция Да И когда бабушка умерла Вдруг что-то случилось Мы так и не поняли Что с ней произошло То ли было какое-то явление То ли И вот вдруг он сказал У гроба бабушки Сказал дети Верьте в Бога Он есть И вот удивительно Но он еще 14 лет После этого прожил В 90 с лишним лет Он приставился И с исповедью С причастием Хотя бабушка Всю жизнь молилась Была верующей Но вот она умерла К сожалению Незапно Без напутствия Святых тайн христовых И я маму спросила Мама Вот почему же Так это же несправедливо Вот бабушка Всю жизнь молилась Она была верующей А дед-то был коммунистом Но да Он там 14 лет Жил в покаянии Она говорит Ты знаешь Он очень многих спас В сталинские времена Во время репрессий Он занимал Высокий пост В системе внутренних дел И через него Проходили вот эти Так называемые дела Субтитры 58 статья Это Советская деятельность Да 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 Вот И он И он Очень многих людей спас Он эти дела Просто Уничтожал Большинство Потому что там Сосед на соседа писал Вот Рискую собственно Жизнью А как вообще Увлечение рок-музыкой Которая считается Многими Сатанинской И вообще От лукавого Как музыка Вообще Может Сочетаться С христианством Вы знаете Я думаю Что рок-музыка Гораздо больше Сочетается С христианством Чем любой другой Жанр Ну я классику Не брендую Современные стили Дело в том Что в ней Присутствует Духовность И даже Если она Отрицательная То Это как Откровение Анна Богослова Помните Ангел О логикийской Церкви Скажи Много имею Против него Ибо он Не холоден И не горяч А только тепл Был бы он По крайней мере Холоден То есть против А теплый Это равнодушный Это тепло-хладный И вот Господь не любит Именно равнодушных людей Тепло-хладных Многие Именно рокеры Во церковились У них во всех Есть вот эта нежность Как у Достоевского Помните Когда Аглая Говорит Идиот У вас Есть только правда Говорит А нежности нет Значит несправедливо Вот они все Справедливые Такие пацаны Тут же Вспомнил Об их товарищи Михаила Олеговича Ефремова Которые Тоже в общем Православные Я может быть не буду Кого убили Кто убил На мертвой пыли Живые стерли семена Ну видно Да И не уйти бы им Никуда От нашего От самосуда Когда Такого же суда Не ждали мы Не весть Откуда Очень хорошо Знаете Знаете На ум Это Это Мастерская Рубенса И мой любимый Художник Антони Сван Дейк Я его просто Обожаю Насколько Этот человек Умел Сочетать Правдивость И вот эту Нежность То есть У него Чувствуется Всегда в портретах Все-таки Любовь Хотя там сидит Может быть Напющенный Какой-нибудь Бюргер Но тем не менее Все равно Любовь Присутствует И Был такой Случай Ван Дейку По-моему Было тогда Всему 16 лет Рубенс Отправился Погулять И Стоял Холост С недописанной Картиной И ученики Разглядывали Все мелкие Детали Еще краска Не высохла И кто-то Неловко Смазал Кисть Руки Ну и Ван Дейк Недолго думая Взял И все это Поправил Когда Мастер Вернулся С прогулки Он подошел Свежим вгладом Взглянуть На свое творение Сказал Ну Вот вы говорите Я Там Рубенс сдал Рубенс постарел Посмотрите На эту руку Понимаете Вот очень хочется Таких сюрпризов Да Сейчас все решат Учитывая То что вы Увлекались С молодых ногтей Живописью И архитектор По образованию Решат Что у вас мастерская Где вы рисовать Нет А не музыку Сочинять Нет Поэтому Расскажите Что за мастерская Вы знаете Кстати говоря Рисовать Может быть Тоже заставим Если понадобится Да Ну не всех Может быть Не заставим Верни А может быть Вдохновим Потому что Знаете Алексей же тоже Архитектор По первому образованию И на самом деле Когда ты Владеешь Двумя языками А то и Тремя языками Согласитесь Это же проще Намного Найти Конечно Найти какие-то Новые краски Дело в том Что искусство Они питают Друг друга Недаром Когда мы посмотрим Хороший фильм Вот если Допустим Певец или композитор Тебе обязательно Хочется что-то новое Спеть Вот Ты думаешь Сейчас Сейчас приду Сяду И буду писать Вот Если фильм Или книга Не вызывает Такого Послевкусия То есть Не дает Такого Послевкусия Ну Я считаю Фильм так На четверочку Даже если Очень его хвалят Даже если Очень хороший И В нашей мастерской Это В нашей смысле Скорее всего Алексея Белова И Ольга Это музыкальная Мастерская Это Упаси Боже Не продюсерский Центр Это скорее всего Альтернатива Продюсерскому Центру Да Потому что Здесь Как бы у нас Задача Чтобы ребята Под нашим Руководством Проходили весь Процесс Создание Произведения От нуля Как говорится И до Зрителя То есть Вы учите Их Сочинять И образ Нет Сочиняют Они сами Так Мы Наша задача Какая Определить Произведение Зерно Иногда Ведь Образ Какой Человек Хочет Что он Хочет Этим Сказать Какой Образ Он хочет Донести До Людей Да Вот Найти Этот образ Помочь Ему Потому что Иногда Наше Слышание Видение Открывает В их Произведениях То Что Они И сами О чем Они и сами Не догадывались Понимаете Дело в том Что действительно Лицом к лицу Лица не увидать Большое видится На расстоянии А мы на расстоянии Все-таки Потому что Когда Это твое Детище Очень трудно Пересмотреть Может быть Что-то Переиначить Да То есть Тебе Прямо Ну Своя рубашечка Ближе к телу Может быть Поэтому Как бы У нас Так хорошо Всегда С Алексеем Получаются Ковера Особенно В акустикой То есть Но Уже не хочется тратить время на это все. Хочется уже заниматься своим творчеством, заниматься ребятами. Но тем не менее, мы все равно будем давать задания, делать кавера, потому что только... Кавера на что? А пусть они выберут сами. Выбор – это тоже... То есть это не обязательно репертуар? Нет, нет, нет. Ваш выбор, выбор произведения тоже очень много о вас говорит. Это тоже, так сказать, ваш внутренний мир. Так мы познаем себя, так мы познаем друг друга через образы, которые мы выбираем. Как Высоцкого, значит, верные... Как там у него? Значит, верные книги ты в детстве читал, да? Да, что-то такое. Или нужные книги ты в детстве читал, да? То есть вот выбор наш, он о нас очень много говорит. Ведь масса есть людей, которые, допустим, сами не способны к творчеству, но очень хорошо разбираются в творчестве других. И таких примеров масса в истории, да? Когда, допустим, музыкальные критики или критики живописи театра своими подсказками или своими замечаниями помогали даже великим мастерам оттачивать свое произведение до такой степени, что они становились непредвиденными шедеврами. А у нас есть музыкальные критики в стране? Сейчас, Женечка, боюсь, что нет. Вот, боюсь, что нет. А были? Ну, я во всяком случае... Конечно, были. Конечно, были. В свое время были. Я заставила остатки. Остатки. Вот. Ну, это как бы уже критики были такой все равно массовой культуры музыкальной. И все-таки они есть и в кино, и пусть единицы, но они существуют. И это, кстати, отдельная тема, которую я лелею в душе. Ведь не у каждого получится быть выдающимся певцом или композитором, да? Допустим, из наших учеников или тех, кто еще придет... Так сказать, мы планируем так, чтобы у нас были прямые ученики, да? Непосредственно мы будем заниматься. И еще будут приходить вокалисты, инструменталисты на мастер-классы. Это сочинители? Сейчас выучили. Сколько сочинителей мы взяли, да. Сколько их? Ну, во-первых, потому что карантин. Сейчас мы взяли такое число 6, потому что всего у нас получится 8. А это мое любимое число. Это число бесконечности. Кстати, да. Нас 8. Есть какой-то возрастной ценз профессиональный? Нет, нет. Как они отбираются? От 18 до 47. Ну, а что вы так? Я в 47 пошла в Афгик учиться. Я 10 лет не могла защитить диплом. То есть я его сняла, а до защиты не могла доползти просто. Настолько график был сумасшедший. Вот, кстати, что благодаря ковиду я защитила диплом. На пятерку. Вот, и все-таки какая-то... Я теперь имею диплом на право вредить. Вот. Так ученики отбирались из кого? Из студентов Института современного искусства. На сегодняшний день это на базе Института современного искусства. Потому что это... То есть это мастерская при институте? Ага, так. И будет что-то интересное, будет что-то уже показать готовое. И спросите тогда, какой у нас статус. Вот. Мы сейчас бьемся не за статус, а за результат. И, честно говоря, это была моя клятва страшная, которую я дала незадолго до кончины моего любимого педагога Татьяна Николаевна Марковича, которая преподавала в ИСИ. Она перешла из Гнесинки в ИСИ как раз преподавать. Вместе с ее мужем Хачатуровым. Это просто двое магикан, которые, я считаю... Ну, как вот теперь же эти студенты говорят, это две легенды. Вот есть легенда испанительная, а есть педагоги легенды. И вот, я говорю, часовню я построила, обед духовнику я выполнила, теперь мне обед педагогу выполнить, создать мастерскую, выпасть учеников, и тогда я могу спокойно умирать. Или уйти на покой. Вот. Я считал, что сочинительство, что это все-таки не ремесло, что это что-то вот приходит откуда-то человек. А здесь, я понимаю, что подход такой, что надо себя что-то заставлять делать, надо... Ремесленнический такой подход. Нет? Или я ошибаюсь? Жень, вот, когда я изучаю композиторов или писателей, или поэтов, я именно их изучаю. Я читаю дневники, я читаю воспоминания их, воспоминания о них, переписку. Потому что мне очень всегда интересно понять, а как же у них все это происходило. И вот вы знаете удивительную вещь? Все гении с утра садились за письменный стол и просто начинали работать. Это не значит, что из поедых пера выходило сразу что-то гениальное. Вот мы с Алексеем все время у нас терки идут насчет ночного творчества. Я все время его уговариваю перейти все-таки на утренний процесс. Потому что, ну, как бы, хочется подрождать классикам все-таки. А классики с утра? Да. Да, прям вот вставали, принимали ван, в альбомах и садились за рабочий стол. А кто у нас тут? Вот. Но пока не получается. Потому что у нас, во-первых, жизнь сейчас такая многогранная и непростая у всех. Ну, вот как вот человек приезжает к тебе. Вот ты собрался даже работать. И вдруг человек приезжает с какой-то своей бедой, понимаете, особенно с какими-то внутренними, там, с какой-то внутренней серьезной проблемой. Ну, то что ты ему скажешь? Давай приезжай завтра, у меня тут творческий процесс. Мир никогда не относился к художникам с той любовью при жизни, с какой он относился к ним после смерти. Все равно, как бы, наоборот, вот огромная любовь после смерти всегда подразумевала вплоть до гонений при жизни. Ну, или полного непризнания, или, так сказать, игнора полного. Ну, вот, например, я всегда привожу пример Моцарта и Сальери. Ну, вот я не верю, что Сальери отравил Моцарта. И, знаете, я думаю, что и Пушкин в это не верил. Но здесь же... Решил хайпануть? Ой, ну, Жень, ну зачем так? Нет. Он гений. Гением хайповать не нужно совершенно. Творческому человеку, наверное, труднее всего переживать... Уж поверьте мне, Моцарт, наверное, больше понимал о музыке Сальери, о своей. Потому что кроме нот есть еще многие вещи, которые, может быть, доступны 10, а то и меньше процентам человечества. Это, как моя любимая образцова говорила девушкам, певицам-студенткам или начинающим певицам. Смотрим, она говорила, у нас же отличие только в одном. Вы поете ноты, а я музыку. Вы поете в комнате, а я на небе. Вот в чем разница между Сальери и Моцартом. Я недавно знал, в чем разница между золотой рыбкой и карасем китайским. Оказывается, никакой. Да, и у нас есть золотая рыбка, которая оказалась на самом деле карасем. Его зовут дядя Володя и Оля. А мы уверены, что он дядя Володя, а не тетя Майя? Мы проверяли. А, проверяли. Оля, поэтому у меня просьба загадать дяде Володе какое-нибудь, поскольку он золотая рыбка, какое-нибудь желание. Во время следующей встречи мы посмотрим, сбылось ли оно или нет. Ну, я бы золотому дяде Володе пожелала бы золотую надежду. У него надежда только одна, выжить до следующей нашей встречи. Я имею в виду Надежду Константиновну. А в этом смысле этот дядя Володя. Это интересная первая такая трактовка. Оль, большое спасибо. У меня пожелание, на самом деле, к проекту «Золотая рыбка», чтобы мы вас увидели еще раз. И вы бы нам рассказали, на каком уже этапе будет та мастерская, про которую я пытался из вас вытащить все детали, но не смог. Я надеюсь, почему не смог? Потому что все не смогут. Нет, детали будут, когда вы придете к нам в гости, когда уже будет что-то показать, я же вам сказала. Все. Когда будет что-то, что я буду... А может, мы плохие педагоги. Время покажет. Я уверен, что педагоги вы такие же, как музыканты, то есть замечательные. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо.